Всем привет, мои маленькие любители видеокарт. Прямое включение с помойки в районе Бутова, иначе я сейчас не могу назвать весь этот свинарник, который здесь происходит. К сожалению, это всё, или к счастью, не просто так. Дело в том, что последние три дня я бьюсь вот с этой вот видеокарты, которая там сейчас вот лежит в уголочечке. Объём работ, который там произведён, просто поражает уже даже моё воображение, потому что там тупо уже перепаяно всё, просто вся плата практически. Я начал снимать видос, и видос получится, наверное, минут на 30 или 40. Я иногда удивлялся, как можно снимать такие длинные видосы, но в этот раз как раз-таки я смог. Пока она ещё не починена, поэтому, так скажем, ждите видос на основном канале. Если он там выйдет, значит я её починил. Если не выйдет, то, скорее всего, я её просто скинул с балкона и приступил к другим видеокартам, потому что пока я чиню вот эту одну, мистер Александр починил уже, не знаю, с десяток. Ну да ладно. Ну, собственно, вы можете видеть, да, что здесь штатив, софтбокс и всё такое. Но сегодня не про это история. Дело в том, что я не так давно стал обладателем 3090. У меня достаточно давно лежала доска от одного из моих клиентов. Ну, точнее, как мёртвая карта с пробитым GPU, с ужаренным и с прогретыми всеми чипами памяти. В результате так получилось, что после некоторых законных махинаций от одного тоже из моих клиентов мне перепал живой GPU. Отребольно было все 24 чипа видеопамяти, посажен GPU и, собственно, вуаля, я получил живую 3090 за, в принципе, вменяемый прайс. В результате попользовался я ей не так долго. И вы помните, была водянка вот эта вот, которую я говорил, как раз я покупал её для знакомого. Но так получилось, что теперь она моя, а он купит себе другую, потому что теперь у него геймрок будет, который тоже вчера я выложил на Авито. И многие там в Телеграме как раз-таки начали спрашивать, что, как, как, что это там клиент ему отдал, подарил геймрок. Ребят, нет, не подарил, не отдал, так что не беспокойтесь. Просто меня попросили её продать. Вот и всё. Короче, смысл в чём, что в результате починенная 3090 и на неё установлена водянка. И, так сказать, я сейчас постараюсь вам передать свой опыт, негативный в том числе, установки этих водяных систем охлаждения. Потому что на водянке этой фирмы я уже ставил клиента, если что, это букски под 3090. Просто, собственно, я ставил их на тысячную и на двухтысячную линейку, никаких проблем я там не испытывал. Но сегодня я испытал, и произошла неприятная история. Сделал, как говорится, всё для себя и под себя, всё прям вымерил, выровнял, всё сделал прям по фэншу, я намазал самую лучшую термопасту, нормальные термопрокладки, о них чуть попозже, всё это поставил. Вуаля, комп запустился, всё стало работать отлично, прогнал пару тестов, всё окей. Подключаю второй монитор, и после этого, во время теста со вторым монитором, у меня какие-то странные рябь по экрану пошла. Я сначала не понял, думаю, что за прикол, отключил, прогоняю тест, всё нормально. Ставлю обратно, подключаю, опять такая же херня, и в один прекрасный момент просто синий экран смерти, до свидания, всё, карта на B2. Я, конечно, взгрустнул, потому что, типа, какого хера. Уже подумал, что всё, я, скорее всего, HDMI кабелем вот этим вот коротнул карту, и, скорее всего, выбило чип ещё один, и как бы вообще будет грустно. Этот шнур, кстати, мне стоил целое состояние, потому что он покупался, по-моему, в MVideo за 2500 рублей, Белкин. И хочу сразу сказать, что это, наверное, худшая продукция, которую я видел, потому что это глючище говно, глючило на трёх разных картах на протяжении, наверное, последнего года. А именно из-за этого же грёбанного шнурка у меня постоянно отвалился монитор. Другой купить мне было не судьба, потому что я ленивая жопа, но я теперь отобрал HDMI кабель у Сани, потому что он купил его для своего тестового стенда, у него теперь есть DisplayPort. Вот, поэтому пока что я побуду с его кабелем. Когда придёт мой, то установлю уже свой. Так вот, в результате, как бы, дело оказалось не в шнуре, а в том, что я уже был, думал, что всё, хана опять переходить на 163-гиговую. После этого Сани, как бы, всё это сказал, Сани говорит, да ладно, ладно, попробуй там, типа, GPU, отриболь, все дела, хотя он и так уже менялся, поднимался, всё такое. Я взял, в результате прогрел его, и всё заколосилось. Я такой думаю, блин, может быть, не досело, может быть, чё, но на самом деле прямая строится, как говорится, по двум точкам. И один из моих клиентов недавно мне тоже, буквально вчера или позавчера написал, что, типа, Виктор посмотрел ваше видео про эти вот системы охлаждения, тоже всё купил, карту, короче, проработал там какое-то время и сдохло. Я подозреваю, что у него произошло то же самое, что произошло у меня, а именно мы тупо перетянули винты. Объяснюсь, я обычно таким не страдаю, но в данном случае комплектные винты очень-очень странные. Дело в том, что у них минимальная резьба, здесь, ну, не особо длинная, и когда вы их вставляете, вам надо прям надавить, чтобы они, ну, то есть сжать на максимум пружину, вот так вот, тогда они достают нормальное докрепление. И, ну, чтобы оно держалось, надо хотя бы там, ну, пару-тройку оборотов сделать, что я и сделал. И, видимо, этого было многовато, потому что с учётом ещё вот этой вот пластиковой пластинки из комплекта, всё это вместе пришлось затягивать сильно. И, скорее всего, ГПУ просто-напросто, ну, где-то сплюснуло прям нормально так, потому что, ещё раз, давление там нехилое возникает. В результате, вот, всё завелось. То есть, главный сегодня посыл, что если вы будете ставить эти водянки на трёхтысячную линейку, потому что, ещё раз говорю, на двухтысячную, на тысячную, такой проблемы не было, то не затягивайте сильно винты, есть риск повредить всю видеокарту в целом. Кто-то сейчас скажет, что, Витя, что за фигня, типа, если ты ставишь Thermalright Odyssey, то там полюбас надо затягивать сильно, чтобы их хотя бы немножечко ужать, потому что, вы сами помните, термопрокладки, которые идут в комплекте, да даже здесь, они, судя по отзыву китайцев, по-моему, 1,75 или 1,85, что-то типа того. То есть, если вы ставите двухмиллиметровый Thermalright Odyssey, то эта дубовая хрень просто не ужмётся. То есть, вот, вы можете посмотреть, насколько ужималась она, в принципе. Ну, не сказать, что сильно. В результате, как я уже говорил, некоторые прибегают к помощи струбцин, некоторые затягивают насмерть, либо ещё что-то типа того, ну, чтобы ужать хоть как-то термопрокладку, потому что, ещё раз, стандарты отличаются. Я пришёл к другому варианту. Я уже показывал эти термопрокладки, это Laird HD 9000, конкретно эти. И я поставил их, двухмиллиметровый, и сразу вам хочу сказать, это просто бомба. Вот, ну, честно, мне прям зашло. Во-первых, сама термопрокладка крайне мягкая, то есть, ну, прям вот, вот, прям очень мягкая. То есть, я... Сейчас я вот даже нажму. Вот она, это 2 миллиметра. То есть, вот, то есть, она просто, ну, она уминается за секунду, то есть, здесь не надо даже давления особо никакого придавать. Да, вот теперь убил радиовидоса термопрокладку. Я поставил их, и в результате добился следующих температур, назовём их так. Память 6870, GPU 51, но это сейчас потому, что она майнит. В стоке, ну, всё без разгона, разумеется, всё в стоке, без нагрузки, разумеется, там вообще копейки. Почему такие сейчас температуры? Потому что всё это у меня максимально колхозный контур здесь сделан, просто на него без слёз не взглянешь, всё неправильно. Сейчас набегут люди, скажут, что, а, это всё не так. Помпа у меня вообще с MacPro стоит 2008 года выпуска. Всё это прокачивает сразу горяченный Ryzen. И тут всего лишь навсего двухсекцион, или как она там называется. Ну, вы поняли, короче, 220-миллиметровые вертушки, которые радиатор небольшой обдувают. То есть, на самом деле, максимально колхозно, по-хорошему можно уменьшить температуру, заставив эти вертушки крутить побыстрее. Но, блин, мне впадло, поэтому они там крутят чуть ли не в фан-помпы или типа того подключены. То есть, там никаких управлений оборотами и речи быть не может. Но даже так, в принципе, результат меня устроит, потому что, в любом случае, я майнить не буду. Я, скорее, сейчас майнинг включил для примера, если кому интересно. То есть, всё это к чему? Что возможно? Я сейчас как раз-таки проведу эксперимент в ближайшее время. Попробую поставить термопрокладки эти на какие-нибудь карточки, типа вот, ну, игла, там, 30-80 или типа того. Нужны только нужные толщины. И посмотрим, возможно, их действительно будет хватать. Опять же, человек, который мне их продал, я уже даже рекламировал его, он на Украине занимается их продажей. Он говорил, что на Founders Edition он ставил, и там температура падала существенно. То есть, там до 80-85 градусов по памяти на топах. Ну, это нормальный показатель. Да, это, возможно, не самый лучший вариант, нежели у Thermalright Odyssey. Но, ещё раз говорю, я всё-таки считаю, что сложность в обслуживании именно с подгоном толщины с Thermalright Odyssey. Они слишком дубовые. Да, они мне нравятся, но там, где толщины подбираются методом, так скажем, зажима некого, да, то есть, опять же, вы ставите 2, а вам надо до 1.85 сжать. Причём, вы должны понимать, что когда, ну, в рекомендации написано 1.85, это уже учитывает то, что они там на 0.05, 0.1, они ужмутся. Вот, а в нашем случае с Thermalright Odyssey их реально чуть-то не струбцинно приходится зажимать. Короче, вот как-то так. Надеюсь, на какие-то вопросы я вам ответил. Итого, надо пробовать разные Thermalright Odyssey, как раз-таки с лаиром поэкспериментируем. Не перетягивайте винты на видюхе, иначе попадёте на ремонт. И, возможно, как раз-таки вот клиент, который поставил, там такая же ситуация, надеюсь, обойдётся просто реболом. А на этом всё. До скорых встреч!